Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. Врезался в отбойник и спрыгнул с моста. Следственный комитет выясняет причины трагического происшествия в поселке Аше. Сочи вошел в тройку городов с самыми высокими ценами за квадратный метр во вторичке. Впереди только Питер и Москва. В городе высадили 3000 роз. Посадку цветов приурочили к Международному дню соседей. Рояль в кристаллах, мраморные колонны, львы в колизее, римские гладиаторы на колесницах. 120 артистов и порядка сотни животных. Королевский цирк Ги Эрадзе снова в Сочи. Что русскому хорошо, то и немцу выгодно. Бизнесмены из Германии готовы заходить на рынок Краснодарского края и развивать совместные предприятия. В Берлине кубанская делегация презентовала экономический потенциал региона. На встречу с губернатором Вениамином Кондратьевым пришли представители таких международных гигантов, как Класс, Сименс и Кнауф. И несмотря на санкции, немецкие бизнесмены всерьез рассматривают сотрудничество с южным регионом России. На что готовы западные инвесторы из Берлина? Репортаж наших краснодарских коллег. Педантичность и практичность – это главное, что замечаешь, когда приезжаешь в Берлин. Транспортная логистика, продуманная до мелочей, быт и сервис. Все организовано так, чтобы в первую очередь было удобно. Сами немцы живут по составленному распорядку дня. Вот так просто прогуливаться они вряд ли будут, если, конечно, заранее этого не запланировали. К своему времени они относятся очень бережливо. Все договоренности выполняют с точностью и в срок. Поэтому где, как не здесь, искать новых партнеров. Тем более, что опыт сотрудничества и успешной реализации совместных проектов у немецкого бизнеса в Краснодарском крае огромный. В Германию, самую экономически сильную страну Евросоюза, Краснодарский край привез с собой не только пакет интересных проектов, но и знаменитую кубанскую жару. В зале торгового представительства России просто не справляются системы охлаждения, непривычная для Берлина температура воздуха. Именно теплая погода на протяжении всего года – это одно из важных преимуществ региона. В инвестпортфеле Краснодарского края больше 80 аграрных предложений. Немецким бизнесменам в подробностях рассказывают об экономическом потенциале Кубани. Губернатор Вениамин Кондратьев отмечает, в Германии они ищут гораздо больше, чем просто инвесторов. Принципиально важно, наверное, найти не партнеров, а найти друзей. Потому что если первично будет дружба, то друг не может подвести друга. Если бизнес будет чувствовать в нас друзей, то партнерские отношения, они сами собой будут сложены и, естественно, будут крепкими. И хочу сказать об торгово-экономическом обороте между Краснодарским краем и Германией. Да, мы можем сегодня говорить о том, что он растет, но недостаточно для того, чтобы полностью отражал возможности сотрудничества бизнеса Краснодарского края и Германии. По итогам 2017 года он достиг цифры 380 миллионов долларов. То есть, понятно, рост налицо, рост мы видим. Но давайте для примера я скажу, что торгово-экономический оборот с Турцией равен 1 миллиарду долларов. И вот здесь мы должны понимать ту нишу, которую сегодня немецкий бизнес может занять в экономике региона, где мы можем максимально совместно делать экономику и для немецкого бизнеса, конечно, и экономику для Краснодарского края. Но в долгих представлениях Кубань не нуждается. В Германии о Краснодарском крае знает много. Да и успешно работают на территории региона около двух десятков предприятий с немецкими инвестициями. Недавно в Краснодаре свой юбилей отметила компания «Клаас», которая вот уже 15 лет производит сельхозтехнику в краевой столице. В середине 90-х на Кубани стройматериалы изготавливает и знаменитая фирма «Кнауф». В Германии хорошо знают Краснодарский край, этот богатейший регион России, житницу России, ворота Южной России с огромными возможностями как в сельском хозяйстве, так и в производстве. Я уже не говорю о богатейшем черноморском ресурсе. Мы рады, что мы начинаем, и Краснодарский край начинает свою работу именно в Германии, потому что немецкий бизнес очень хорошо знает Россию. И мы признательны немецкому бизнесу за то, что они нашей стране верны. Но даже те, кто еще только в раздумьях, вложит ли свои инвестиции в предприятия Кубани, они не просто наслышаны. Заинтересованность в южном регионе России у немецкого бизнеса достаточно высока. А введенные санкции, кажется, только ее подогревают. На Кубани я бывал довольно-таки часто. Вы знаете, я вижу, что в Краснодаре огромное количество немецких компаний. И они так много лет успешно работают там. И это о многом говорит. Но что мне особенно нравится, так это атмосфера в Краснодарском крае. Меня каждый раз поражает это гостеприимство. Причем как со стороны простых людей, так и руководство региона. Знаете, я даже чувствую себя на Кубани как дома. И действительно, Кубань готова ответить гостеприимством всем заинтересованным иностранным инвесторам. Для реализации бизнес-проектов обещают создать самые комфортные условия. Тем более, что выбор, куда можно выгодно вложиться, огромный. Туристический кластер, промышленность, инновационные технологии. Конечно, мы рассматриваем любые инвестиционные инициативы и открытые к диалогу. Но при этом нам есть, что предложить инвесторам в самых разных отраслях экономики. У нас создан реестр инвестиционных предложений, который включает более 500 проектов и площадок для инвесторов. Мы всего лишь даем возможность немецкому бизнесу самому сориентироваться и посмотреть там, где он видит выгодные приоритеты совместного экономического сотрудничества с Казахстанским краем. Где та самая свободная ниша, куда можно зайти с инвестициями. А гарантии безопасности инвестиций, гарантии того, что бизнесу будет комфортно и удобно развиваться в Казахстанском крае. Здесь гарантирую я лично, естественно, моя команда. Все, что делаем мы, я как губернатор политики, бизнес, мы должны думать о том, не о своей амбициозности. И не о своем самолюбии или принципиальности, а о том, что все, что мы делаем, скажется на людях, на жителях, которые ожидают и от бизнеса, и от политиков, и от губернатора просто хорошей человеческой жизни, условий. Это, наверное, основное, что должно нами двигать. Именно только вот это. Потому что в противном случае все, что мы делаем, будет ничего не стоить ровным счетом. В то же время региону есть, что экспортировать. Но чем сто раз об этом услышать, лучше один раз попробовать. Кубанский вино начинает уверенно завоевывать мировой рынок. Белое, красное, игристое – виноделие – одна из самых перспективных отраслей для инвестиций. И в этом, кажется, уже уверены и сами немецкие бизнесмены. Очень хорошее сухое вино. И как по аромату, так и по качеству. Девичьи слезы прекрасные. Но прочувствовать весь колорит Краснодарского края без песен невозможно. Обычно сдержанные в эмоциях немцы не смогли скрыть впечатление, когда запел кубанский казачий хор. Насколько урожайной оказалась встреча с немецким бизнесом, говорить еще рано. Но уже сегодня было подписано первое соглашение о сотрудничестве. Компания «Русанкер», которая изготавливает струй материала, открывает свое первое предприятие в России. И работать оно будет на Кубани. Мария Крошина, Денис Москаленко, Кубань, 24, Берлин, Германия. И теперь к новостям города. В Сочи водитель мини-вэна врезался в отбойник и спрыгнул с моста. Видео этого происшествия сегодня появилось в интернете. Все случилось сегодня в начале седьмого утра в микрорайоне Аше. Автомобиль Hyundai с питерскими номерами выехал на встречную полосу и на скорости врезался в отбойник. После столкновения мужчина выбежал из машины и, не раздумывая ни секунды, прыгнул с моста. От полученных травм он погиб на месте. По данному происшествию проводится проверка. Как пишут в соцсетях, возможно, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Еще одно ЧП случилось накануне вечером на объездной дороге. В этом произошло дорожно-транспортное происшествие. Есть погибшие. На объездную в районе села Раздольное столкнулись два автомобиля – отечественная «Жигули» и «Киарио». В первом авто оказались зажаты водитель и пассажир. Во второй машине также был заблокирован водитель. Выбраться им помогли спасатели. Двоим понадобилась помощь врачей. Один мужчина, 35-летний житель Луганской области, скончался на месте. К другим новостям. Сочи вошел в тройку городов с самыми высокими ценами за квадратный метр жилья на вторичном рынке недвижимости. Эксперты портала домофонд.ру проанализировали цены предложений на продажу квартир в апреле 2018 года в полусотни городах страны и сравнили с аналогичными показателями прошлого года. Результатом стал ежегодный рейтинг 50 крупнейших городов России по стоимости квадратного метра во вторичке. Список девяти лидеров по стоимости жилья остается неизменным уже третий год подряд. Первое место по-прежнему у столицы. Там квадрат стоит порядка 193 тысяч рублей. На второй строчке Санкт-Петербург. Здесь стоимость квадратного метра чуть более 115,5 тысяч рублей. На третьем месте Сочи, где продавцы просят порядка 105 тысяч рублей за квадратный метр жилья. Также в первой девятке Владивосток, Балашиха, Севастополь, Хабаровск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород. В Сочи доставили 3000 саженцев роз из станицы Старотитовска и Темрюкского района Краснодарского края. Одна из компаний бесплатно предоставила посадочный материал для курорта. И сегодня не только в центре города, но и в Адвере, Хосте и в Лазаревском высаживали розы. Расскажет Елена Овсицына. Благотворительные саженцы из питомника распределили по всем районам курортного Сочи. Больше всего 1100 получил центральный район. Отдел по взаимодействию с советами ТОС администрации города организовал сегодня сочинцев со всех микрорайонов. Жители домов на улице роз откликнулись охотно и даже пригласили ученых института горного лесоводства и цветоводства, чтобы те помогли им правильно посадить розы. Настолько великое их желание вернуть улице былую красоту. Улица роз вновь может стать розовой. Конечно, лучше сажать зимой или ранней весной, но специалисты говорят, саженцы приживутся и сейчас. Для этого корень обволакивают в глиняной болтушке, что не даст ему пересохнуть в сухое время. Сегодня погода выдалась не жарко, воду приносили в ведрах, сразу поливали, но впереди несколько дождливых дней, что вполне благоприятно. За новыми газонами жители пообещали ухаживать, как когда-то их родители превратили улицу Приреченскую в цветущий сад. В середине 60-х даже переименовали ее и стала она называться улицей роз. Росли кусты роз вот тут вот, понад дорогой и с этой стороны. И вот идешь маленькая, маму держишь и вдыхаешь этот воздух, этот аромат. Это было просто сказочно. Сказку создавали и сегодня. Тосовцам выдали 100 саженцев. Кстати, посадку парковых роз различных декоративных сортов приурочили к Международному дню соседей. Общественники и депутаты городского собрания Сочи, среди них и заместитель председателя Ольга Леот, считают, что настало время объединяться. Не просто знать, кто живет по соседству, а совместно участвовать в различных мероприятиях. Это весело и интересно. Жителей к этому призывает и депутат городского собрания Сочи Денис Котиков. Он принимал участие в возеленении уже микрорайона Гагаринский. Это, конечно же, наш призыв, наш призыв общественности, депутатов, жителям города Сочи, беречь красоту, которую создают вокруг них. Беречь и помогать нам ее приумножать. Мы очень хотим, чтобы наш город становился с каждым днем все краше и краше. К сожалению, часть саженцев в Сочи выкапывают прямо с уличных газонов и уносят, когда те еще не успели прижиться. Там, где установлены видеокамеры, вот таких любителей пересадить розы на свой участок удается задержать. Сегодня, когда в городе было высажено 3000 роз, сочинцы пообещали установить возле клумб дежурство. Этот интересный почин будем дальше продолжать. И через вот это взаимодействие поднимать ответственность наших граждан к своему труду. Не секрет, что те посадки, которые мы делаем, и бюджетные посадки, и вот на этих субботниках. Ну, у нас есть еще, скажем так, нерадивые граждане, которые, пользуясь случаем, примитивно воруют или уничтожают эти кусты роз. Вот хотелось бы обратиться к жителям. Ну, не будьте сторонними наблюдателями. Вырастить и сохранить сочинские розари предстоит теперь всем вместе. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». В случае к чемпионату мира по футболу украсят телевизионную вышку. Работы по монтажу сетевого оборудования для художественной подсветки башней на радиотелевизионной передающей станции уже ведутся. В связи с этим на вышке отключают технические средства телерадиовещания. Отключения будут проводиться в два этапа. Первый продлится до 31 мая. Телевизионная в эти дни не будет работать с 9.15 до 18.00 за исключением выходных дней и дней с неблагоприятными для работы на высоте условиями. Это сильный ветер, дождь или туман. Второй этап с 1 по 11 июня. В этот период также с 9.15 до 18.00 вещание будет отключено. Работы будут также вестись только в благоприятные для этого дни. В ходе проведения работ будут отключены Первый канал, Россия, Мачтв, НТВ, Пятый канал, Кубань-24, Макс-ТВ, Дом-ТВ, Звезда и наш канал ФКТ. Не будет доступа и к радиоэфирам. Это в том числе Казак-ФМ, Первое радио Кубани, Дорожное радио, Наши радио и Раша Тудей. Библиотека имени Пушкина пополнила свои книжные фонды. Книги библиотеки подарили организаторы Международного литературного фестиваля «Лифт», который накануне завершился в Сочи. Расскажет Ольга Десятого. Круглые столы, дискуссии, презентации, лекции и просто общение писателей с читателями. В течение нескольких дней в рамках Евразийского литературного фестиваля «Лифт» в Сочи состоялись десятки мероприятий. Проходили они на различных площадках города. Одной из них стала библиотека имени Пушкина. Здесь помимо круглых столов и презентаций проходила и книжная ярмарка. А те книги, которые были не реализованы, а их достаточно много, по весу я могу точно сказать, это 350 килограмм. Эти книги мы передаем в дар библиотеки. Это современная поэзия, это современная проза, это детская литература. Я думаю, что читатели останутся довольны таким выбором. Таким выбором читатели точно останутся довольны, ведь книги в Сочи привезли поэты и писатели со всего мира. В форуме участвовали представители 27 стран. Теперь эти издания приобретут инвентарные номера и займут достойное место на книжной полке. Впрочем, на этом подарки для Пушкинской библиотеки не закончились. Одной из замечательной формы общения творческого и не только творческого, спортивного, это стал благотворительный забег всех участников фестиваля. И зрители подключились, и средства, собранные во время забега, тоже будут переданы в библиотеку имени Пушкина для приобретения новой литературы. Но главным отметили в библиотеке все-таки остается бесценное общение. В просветительском форуме участвовали писатели, поэты, критики, переводчики, сотрудники библиотек, редакторы литературных журналов, издатели. Всего порядка 200 человек. Все остались довольны не только самим фестивалем, но и площадкой, городом Сочи. Кстати, сюда фестиваль приехал не случайно. Фестиваль по своему положению проводится там, откуда родом, и где пишет и творит золотой лауреат фестиваля. Лауреатом фестиваля прошлого года был сочинский известный поэт Александр Випрев. И именно благодаря ему фестиваль приехал в город Сочи. Ну а золотым лауреатом нынешнего фестиваля стал поэт из Кемерово. Поэтому литературный форум, цель которого – укрепление творческих и дружеских связей поэтов, писателей, издателей и читателей России и Евразии в следующем году пройдет именно в этом российском городе. Ольга Десятого, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. СМИ Краснодарского края наградили за помощь в организации выборов президента России. Накануне в мэрии Сочи отметили тех, кто участвовал в освещении избирательной кампании на Кубани. В числе победителей краевого конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации выборов президента и наша телекомпания. По словам председателя избирательной комиссии Сочи, благодаря общим усилиям выборы на Кубани прошли без серьезных нарушений с высокой явкой избирателей. Самой высокой за последние 10 лет. Почти 78%. За всю историю проведения выборов различного уровня в новейшей истории на территории города Сочи показана самая высокая явка избирательной избирательной участки более 253 тысяч. И такие результаты действительно могли быть только в совместной работе. Мы подчеркиваем, что эта работа не могла быть проведена нами только избирательными комиссиями без участия в средств массовой информации. Второе место за лучшее освещение в средствах массовой информации. Это у нас телекомпания ФКТ в номинации «Лучшее освещение на телевидении». В период избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации СМИ работали в ежедневном режиме, освещая ход избирательной кампании, рассказывая избирателям все тонкости законодательства. В итоге призером второй степени краевого конкурса среди средств массовой информации стала телекомпания ФКТ. Также коллектив нашего канала отмечен благодарственным письмом за вклад в избирательный процесс. Королевский цирк снова в Сочи. Гия Эрадзе приехал на курорт и проведет здесь все лето. Со 2 июня в Сочинском цирке заслуженный артист России представит жителям и гостям нашего города главный проект своего продюсерского центра. Как и прежде, Королевский цирк будет наполнен всевозможными новинками. Но одно остается неизменным – атмосфера роскоши, отваги и ловкости и сюжеты, в основе которых трюки и невероятные человеческие возможности. Это тот случай, когда в шоу участвует сам Гия Эрадзе. Все лето артист будет на манеже и снова обещает – зритель будет смеяться и плакать от восторга. Поразить и восхитить – это главная задача Королевского цирка, в том числе с помощью декораций. Рояль в кристаллах, мраморные колонны, бархат, стразы, перья фазана. А на этот раз еще и настоящий Королевский замок. Сейчас на арене идут монтажные работы. Именно здесь развернется основное действие, в котором 120 артистов в течение трех часов будут менять свои амплуа. Золотой замок будет обрамлять выход артистов на арену, а трехъярусный занавес скроет весь манеж, создавая театральную атмосферу. К слову, здесь же будут рождаться совершенно новые номера цирка Гии Эрадзе. Эксклюзив увидит лишь сочинский зритель. В связи с тем, что мы в этом году получили приглашение официально от принцессы Монако, Стефани, и мы едем в Монте-Карло на гастроли, вернее, на участие в фестивале, в самом престижном фестивале мира представлять Россию, 57 человек едет артистов, которые сегодня находятся в Сочи на гастролях. Здесь мы одновременно будем показывать те номера, которые мы везем с собой в Монако, и те номера, которые мы подготавливаем специально для Монако, весь репетиционный процесс будет происходить здесь, в Сочи, и в течение трех месяцев мы будем запускать новые номера в программу. Помимо тонной декорации, королевский цирк привез в Сочи экзотических животных. На балу короля будут сказочные пегасы, львы, ламы, кенгуру, гиббоны, зебры, яки, для которых, кстати, подготовили кондиционированный вольер. В роли жакеев, далмантин, сверху на пятнистых пони. Вот эти вот лошадки, которые пятнистые, они у нас работают вместе с собаками породы далматин. Одни и другие животные были специально подобраны для номера, который рассчитан на детского зрителя. Королевский цирк Геи Ирадзе уместился в 19 фур. Это практически целый состав поезда, который на манеже превращается в легендарное и грандиозное цирковое шоу. Каждую субботу и воскресенье на арене сочинского цирка. Ольга Десятого, Инга Габеш и Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Четыре медали привезли сочинские дзюдоисты из чемпионата Юга России. Турнир среди сильнейших спортсменов Южного федерального округа проходил в столице Республики Адыгея. Сочинским спортсменам удалось завоевать четыре медали. Бронзовые награды получили Карлен Поляна, Акопа Пазяна и Милана Бжедугова. А Кристина Карикян увезла из Адыгеи серебро турнира. В итоге, благодаря таким высоким результатам сборная команда Краснодарского края завоевала в общем зачете первое место. Добавлю, что в Майкопе на татаме вышло 190 дзюдоистов из Адыгеи, Республики Крым, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей. Краснодарского края и Севастополя. Турнир стал отборочным этапом для участия спортсменов в чемпионате России по звиду, который пройдет в октябре в Грозном. И в завершении выпуска информации от партнеров программы. Санаторий Черноморье приглашает в лечебно-диагностические спортивно-оздоровительные центры. К вашим услугам крытые и открытые бассейны и теннисные корты, спа-зона, собственный пляж. Телефон 290-2020. И на этом наш выпуск завершен. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.